Ну что, дорогие друзья, доброе утро, good morning, good morning, hello, bonjour, и, значит, мы продолжаем постигать величайшую мудрость. Так, Влад Козов присоединился, Яков Шатанин, все, Давид Животовский, шаломчики, Саня пришел, все, у нас подбирается, да, здесь уже все потягиваются, да, привет. И, значит, мы сейчас включаемся, продолжаем, сейчас месяц Адар, пока миспотягиваются все, все, кто опаздывает, хотя они не опаздывают, здесь надо, будем шутить, мы должны шутить, должны поднимать настроение, начинать даже, будем сейчас шутки, каждое занятие надо начинать шутки. Кстати, Рав Шалом Аруш, есть такой раввин, он начинает с анекдотов всегда, и это как бы принято во многих, во многих, во многих, у многих раввинов принято начинать с анекдота. В Калмуде, там кто-то начинался анекдот, Раваш начинался анекдот, кто-то не начинался анекдот, значит, мне почему-то всплыл сейчас только один анекдот, знаешь, надо было подготовить анекдот, но я не подготовил анекдот, но вот просто всплыл, значит, мужчина один месяц Адар звонит по телефону в магазин ткани, вот, как раз 9 утра, в вторник, он звонит 9 утра, прям к открытию, говорит, Здравствуйте, у вас шерсть есть в магазине на продажу? Ему говорят, да, есть у нас шерсть. Он говорит, а рассветка веселенькая? Ему говорят, да, очень веселенькая, рассветка, все, разные есть, расцветка. Он опять положил трубку, звонит буквально через там 10 минут, говорит, здрасте, в магазин ткани, да, а у вас ситец есть? Есть ситец у нас, да. Он говорит, а Рассветка веселенькая? Мы говорят, веселенькая тоже есть. Он опять звонит мне через 15, говорит, скажите, а хлопок есть у вас тоже? Мы говорят, и хлопок есть, или он есть. Он говорит, а Рассветка веселенькая? Мы говорят, приезжай, обхохочешься. Вот, так что бывает иногда, да, что вот смотришь на что-то и смотришь, Рассветка веселенькая. все значит главное чтобы было желание то есть все в жизни все жизнь идет за намерением человеку главное зачем должен следить за своим намерением направления движения своей мысли вот что ты хочешь да то есть всегда надо себе задавать этот вопрос что ты конкретно хочешь куда ты движешься вообще да и когда человек задает себе этот вопрос я вчера разговаривал с ним очень умным человеком ему там ну за 60 лет умный вообще прожил жизнь успешный дико успешный он говорит не знаю не знаю что делать тут у меня там на развилки дорог и говорит не знаю ли тот или то я говорю так я вообще тяжело выбирать потому что в принципе ты тоже знаешь что ты ничего не найдешь что ты не делай у тебя уже ну что так что так а у него ситуация не вынужденная знаешь бывает когда жареный петух тебя клюет ты не думаешь убегаешь от него просто а когда у тебя ничто тебя вперед не гонит и ты должен выбрать передний привод зачем тебе надо что-то делать вот тут у человека реально вас не возникает вопрос а зачем пока ты еще в жизни опыта не имеешь у тебя есть иллюзии что вот вот это вот это на одно того стоит но когда ты уже уже все попробовал дать тебе очень тяжело когда остается остается только что уже готовится к вечность тору духовный путь и духовно расти потому что уже в этом мире как бы нет нечем заниматься хорошо мы сегодня продолжаем изучать все-таки чем заниматься в этом мире как наши мудрецы спорили школа шамая школа елеля спорили по поводу того хорошо чем вообще рождаться в этот мир или не хорошо там не был целый спор вообще ну вот как бы человек же не задумывается над этим вообще а стоит ли мне жить ну потому что как бы во первых инстинкт самосохранения во вторых как-то ну не принято вот так вот хотя но есть какие-то люди вот в том же древнем риме да они ну когда понимали уже что их там какая-то эпоха закончилась да то есть они заканчивали же самоубийство прям массово вот эти вот все по-моему или сократа или платона сказали давай типа заканчивай же самоубийство он закончен то есть у каких-то были ну цивилизации у них это было как бы проще к этому но в еврейском подходе нельзя от не ты эту жизнь себе дал как будет ты не можешь себя лишать жизни и значит что но в принципе это вопрос хорошо ли человеку жить или нехорошо и вот они спорили на этот вопрос написано три года они спорили представляете три года и в конце постановили как вы думаете что хорошо человеку рождаться в этот мир или нет постановили нехорошо что лучше бы человеку было бы не рождаться в этот мир так они решили но но если уже родился они говорят его шерба массов тогда ты должен проверять свои дела уже здесь как бы пришел все как перки вот мучили не по-своеволе ты родился не по-своеволе ты живешь не по-своеволе ты уйдешь отсюда что там дальше не помнишь аль кархета это это мишну я не помню напомню другую мишну раби тарфона он говорит так ло алейх амлах алигмор мне на тебе работу закончить работают то есть чек за что не возьмись это как замки из песка и даже тора то есть ты начинаешь думаешь ну куда вообще начать закончить даже те же мишли мы закончить не можем так там написано раби тарфон говорит ло алейх амлах алигмор ты не должен работу закончить в инота бэн хорин ли ватэль мэмэн и ты не свободный человек от нее освободиться то есть ты как бы ты должен им ламата тара тара арбе если ты учил много торы над ним на хасахар арбе если ты учил много торы дать дадут тебе много награды в инейману баль млахтеха и ты можешь доверять хозяину твоей работы по шатуру соблюдать заповеди это бог сказал 6 шлемных асахар пылатыха что он заплатить тебе награду за твои действия не за результаты действий во всем мире платят за результаты действий когда ты изучаешь тору и духовно развиваешься идешь к богу тебе каждый шаг на этом пути у тебя идет вечная награда то есть ты закладываешь себе ты создаешь вечно вот эту свою как голограмму ну грубо говоря да в которой это потом будет жить вы да он продолжает раби тарфон но зная что матан с хоран лица детям что что выдача награды садиком для титлово в грядущем мире то есть не здесь то есть здесь мы зарабатываем чтобы туда уйти хорошо а мы значит выполняем второе то что они посоветовали проверять свои дела то есть если ты уже живешь в этом мире у нас выхода нету то мы должны максимально знать как этот мир работает как работает вот это вот внутреннее устройство биоробот в котором человек живет то есть тело это это как бы как скафандр такой я в нем живу это не я мое тело то есть мое тело выполняет мои задания то есть я захотела но пошло захотела но легло захотел но у многих людей которые не умеют хорошо управлять своим телом тело он хочет сделать зарядку а тело хочет лежать кто выиграл тело то есть получается что есть люди которые даже не могут своим телом управлять знают что надо там не есть и не могут ну и так далее все значит это было у нас вводная часть а мы переходим к изучению как как вообще жить правильно пятнадцатый отрывок звучит так б орых опаем и футэ катсин долго терпеливостью будет соблазнен правитель и футэ правитель склоняется к милости властелин переводят они так но вообще вот это будет соблазнен властитель волошон рака и мягкий язык тишбор гором он ломает кости мягкий язык ломает кости что имеется ввиду имеется ввиду есть катсин катсин это правитель тот у кого есть власть тот у кого есть власть он все время огневается почему он все время огневается тот у кого есть власть мы в предыдущем в уроке учили, что если ты кого-то куда-то посылаешь, шансов, что он точно сделает то, что ты ему сказал сделать, практически ноль. То есть он обязательно сделает что-то не так. И поэтому тот, кто имеет власть, Катин это властители, которые постоянно людей куда-то посылают, он постоянно гнивается. То есть это, и поэтому написано, что власть, она сокращает жизнь человека, того, кто имеет власть. Даже Йосиф Праведник умер раньше, чем все его братья, потому что он был при власти, а там эти египтяне, у него, ну представьте, он премьер-министр, но они постоянно что-то не то делают, и он все время нервничал из-за них. И он умер раньше, чем другие братья. Теперь, если ты уже Катин, если ты этот властитель, то властители все время нервные, на нерве те, потому что их постоянно подводят. Теперь, значит, а как этого Катина соблазнить? Допустим, он вас послал куда-то, вы услышали, как услышали, сделали, как лучше, хотели, как лучше, а он недоволен. Что делать? Значит, советует нам царь Соломон, если на тебя гневается вот этот Катин, будь долготерпеливым. Потерпи. Сейчас его кто-то другой подведет, он переключится. Значит, и у него куча, он мульти, он куча у него разных заданий, и тоже пертьевод нам мудрецы советуют, не пытайся объяснить что-то гневающее мысли человеку. То есть он в этот момент без мозгов, без ума, и что бы ты ни говорил, он тебя не услышит. Поэтому потерпи немного. Долготерпение, оно как бы соблазняет, успокаивает, грубо говоря, вот этого правителя. «Вылошон рака, и мягкий язык ломает кости». Значит, о чем идет речь? Я помню такой рассказ Зощенко, называется «Рассказ, по-моему, студент и водолаз». И был какой-то водолаз, и был студент. Этот студент, значит, ну, водолаз над ним что-то посмеялся, и он подошел ему и дал по рожи водолазу. Потом он месяц пролежал в больнице. Потом вышел, опять подошел, сразу дал ему по рожи. То-то опять его избил, он опять в больнице лежал. Потом он выходит, опять подходит и бьет по рожи. И, в общем, в конце концов, этот водолаз ему говорит, все, говорит, только не бей меня больше, отстать. То есть, как бы он мягкостью, но упорством он победил вот эту грубую силу. Теперь, вот мягкость, вода, которая капает на камень, делает дырку в камне, да? А деревяшка тверже, чем вода. Но если бить деревяшкой по камню, то дырку никогда ты не сделаешь, а только сломаешь деревяшку. То есть, мягкость и настойчивость побеждает, ну, побеждает вот эту вот кость. В отношениях то же самое. Человек, который мягко, но точно знает, что он хочет, у него больше преимуществ и меньше шансов, что он наткнется на яростное сопротивление, чем человека, который давит, ну, пытается сломать кост, да? То есть, это все очень хорошо в общениях с властьимущими. То есть, с ними вообще лучше не вступать в прямой конфликт или в противоречие. То есть, он гневается, потерпи. Потом попроси спокойненько, он откажет. Еще попроси. Но когда ты мягкостью идешь, то это больше шансов, что ты перейдешь куда надо, чем если ты включаешь жесткость. Понятно, да? Очень жизненный совет такой, очень полезный и это самое. Теперь, есть переносный здесь смысл, говорят комментаторы. Они говорят, что Катсин правитель, главный правитель над всеми, это Бог. И когда ты, каким средством ты можешь, мягкий язык, который ломает жесткие постановления, мягкий язык, это молитва, таханун, когда исповедь, ты говоришь Богу, вот у меня там, извиняюсь, вот хотел встать на шахарит, но не смог бы. И ты мягко как бы, то есть, тут мы тоже учим, что человек, он является проводником божественной силы. И чем мягче ты относишься к другим, тем мягче Бог относится к тебе. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Чем жестче ты к другим, тем жестче к себе. То есть, сам человек является производителем той реальности и того отношения с неба, которое потом уже сам и получает. То есть, это очень такая четкая взаимосвязь, да? Хорошо, теперь переходим к 16-й отрывок. 16-й отрывок очень тоже жизненный, прям вообще реально. Написано так. Два шмацата эхоль доеха. Мед нашел ты, кушай немного. Кушай немного меда этого. Значит, пен тисбаэну вэакэосо. Так, что это значит? Значит, нашел ты меда, мед, кушай его немного. Может быть, ты насытишься и вырвешь его. Значит, о чем говорится? Что даже самая хорошая еда, полезная такая, как мед для здоровья, если этого меда съесть очень много, он превращается в яд. То есть, сначала ты его вырвешь, но если ты продолжаешь себя его пихать, то тогда можно отравиться до смерти. То есть, даже самая полезная вещь, но в большой дозе, в сверхдозе, она приносит вред. Великимудрец Хаффетсхайм, он учил Тору, вообще он просто, ну вообще прям погружался в нее, да? И в какой-то момент еще в молодости он потерял зрение, ему врачи запретили год читать, потому что он иначе мог вообще там с ума сойти. То есть, даже Тора в сверхдозе, как написано, четверо зашли в пардес, да? Четверо зашли в самую высшую какую-то степень духовного проникновения, куда может зайти человек, значит? Один из них, Бен Зума там был, и Бен Закай, один умер, один сошел с ума, один Ахер, его, или Шабен Абуа, он отошел от Торы, то есть, тоже сошел с ума, но по-другому, да? И только Раби Атива зашел и вышел с миром. Почему, кстати, интересно, Раби Атива зашел и вышел с миром? Потому что он, я где-то про это читал, то есть, он не искажал реальность ни на секунду, то есть, он был, вот очень четко держался за реальность в своем там духовном путешествии. То есть, тут где-то ты шаг влево, шаг в право, особенно, когда ты выходишь, там, Кабала, вот это все, очень легко съехать с катушек. Здесь об этом сказано, что найдешь ты даже самую вкусную вещь, жареную картошку, не обязательно мед, жареная картошка, пиво, все, что хочешь. Сверхдоза вызывает отторжение. Да? Как есть такое выражение в Торе? Та фаста мэруба, от дома своего ближнего. Пэм, из бааха, устный эхо. Чтобы он не присытился тобой и не возненавидел тебя. Тот же самый подход. То есть, в отношениях с людьми то же самое. Когда тебя слишком много, когда ты слишком напористый, когда ты слишком настойчивый, то это вызывает противоположный эффект, как с медом. То есть, должна во всем быть вот эта вот мера, золотая середина. И чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится мы ей. То есть, когда человек прямо за другим бегает, то он от него убегает. Понятно, да? То есть, нужно очень сильно вот эту вот меру держать. Как микродозы, знаете? Микродозы, как вот гомеопатия, например. Да? Гомеопатия лечит. Знаете, гомеопатия это такие микро-микродозы. И говорят, что лечит. Да? Это гомеопаты говорят. А как гомеопаты уколы делают, знаете? Они щипают друг друга. То есть, если микродозы, они растворяют, пока не видно. А уколы они так пощипывают друг друга. Значит, хорошо. Значит, двигаемся дальше. И третий, 18-й отрывок. Дальше мы продвигаемся. 18-й отрывок говорит так. Значит, он говорит так. Мефиц вехеров вехец шанун. Иш онэ бреяго эдшекер. Значит, переводится словно так. Мефиц это как молоток такой большой, который в ближнем бою раньше использовали как дубина, так и как молот. Вехеров. Херов это меч. Вехец шанун. Хэт шанун, что такое у нас? Острая стрела. Да, шанун оточенная. И оточенная стрела. Иш онэ бреяго эдшекер. Человек, который говорит про другого, лжесвидетельство. Значит, как это может быть, что, значит, перечитаются три вида оружия. Значит, дубина, меч и оточенная стрела. И, значит, это когда говорит человек о другом, плохо. Да, неправду. Значит, что имеется в виду? Есть такой запрет в Торе, называется лошонара. Лошонара это злоязычие. То есть, что такое злоязычие, чтобы было понятно. Например, например, слышали про, рассказывают про, там, Порошенко. Я вам сейчас по секрету только скажу вообще. Про Порошенко рассказывают. И я расскажу какую-то гадость, которую никто не знает. Если это все знают, уже это не злоязычие, потому что это и так все знают. Но даже в этом случае не стоит это рассказывать. Не надо быть источником злоязычия. Но если человек рассказывает другому, про третьего, какую-то гадость, даже если это правда, но он рассказывает это не для того, чтобы предостеречь, а просто, чтобы того унизить, ну, как-то очернить и так далее. Это все называется злоязычие. Целая книжка про злоязычие, про сплетничество и так далее. Теперь это запрещено в Торе категорически, прям Бог конкретно прямым текстом запретил злоязычие и сплетничество. Теперь дальше. Даль, это как украсть, ну, то есть, это одинаково запрещено. Украсть, ограбить, убить или сказать про человека вот такую гадость, которая даже правда. Теперь, что получается? Говорит нам, уже мудрецы говорят так, что когда один говорит про другого гадость, то страдают трое. Кто страдает? Тот, кто говорит, он нарушил запрет Торы, и у него как бы этот яд, понятно, что он у него внутри уже, то есть, он как бы заполнен этим ядом. Теперь тот, кому он говорит, тот, кто это не слышал, а тут он услышал, и тот, про кого это говорят. Теперь вот в этом отрывке перечислены все три вот этих вот особенностей. Значит, дубина, которая разбивает прям вот этот вот молот, да, такой, это тот, кто говорит. Меч, это он как будто бы режет того, кому он говорит. А острая стрела, это тот, про кого он говорит, она бьет на далекое расстояние. То есть, причем стрела попадет, не попадет, непонятно. Тот человек, про кого говорят, он может про это даже и не узнает. Но у двоих, у этих, уже о нем, как бы восприятие испорчено, потому что слова, они как семена. И тот, который говорил, он, мы уже читали, что, ну, я помню, у меня был в жизни конкретный случай, была одна женщина, которая мне, ну, по делам, она мне в свое время там достаточно помогала. Но она говорила, она была, вот мы с ней встречались, и она про всех начинала всем кости перемывать, и она такие гадости говорила. Ровно через пять минут этим же людям, про кого она говорила гадости, она улыбалась, им миллион комплиментов, и она, как бы, мы с ней вроде были друзья, но я, видя ее вот такое вот двуличие, я про себя понимал, что она конкретно только, ну, то, что она ко мне хорошо относится, вообще ни о чем не говорит, потому что я видел своими глазами, как она в лицо человеку говорила одно, за глаза про него другое. Я с ней перестал общаться, то есть, человек, который говорит злое язычие, он очень сильно вредит себе, своей репутации, потом, если это вылазит наружу, то есть, это может быть вообще там страшные разные вещи, то есть, нельзя этого делать. И здесь нас предупредили о том, что, значит, давайте еще раз, 18 отрывок, дубина и меч, и стрела острая, человек, говорящий про другого лжесвидетельства. Понятно. Теперь, лжесвидетельство, если он выдумывает гадости, которые не правды, это еще хуже. То есть, это не то, чтобы хуже, оно по хужести одинаково, и что он выдумал, что он правду сказал. Это яд, который нельзя говорить. Там есть целый, иногда можно это говорить, а когда ты хочешь кого-то предостеречь, это кого-то спасет. Понятно, да? Все, вот мы сегодня выучили три отрывка, лучше далеко не идти. Значит, первое, мы изучили, как общаться с гневливыми кацинами, этими властителями, да? Нужно потерпеть, и он отстанет. Да, это первое, что понятно. То есть, с гневающимся человеком нельзя общаться. Он в этот момент не в адеквате, опасен, и лучше от него отойти. Если с ним общаться, то надо говорить мягко, потому что, когда ты говоришь не мягко, это ты подливаешь масло в огонь, и он только уже успокаивался, а тут он опять зажигается, да? То есть, лучше вообще не говорить с гневающимся человеком. Второе, что мы изучили, что любая, любая еда, чрезмерная, она яд, и любое общение, чрезмерное, оно вызывает отторжение. И последнее, что мы сегодня изучили, это что с теми, кто говорит гадости про других, нельзя слушать, нельзя говорить, и если про вас говорят, в принципе, это неплохо, потому что, потому что оно, с одной стороны, идет вредно, с другой стороны, с другой стороны, это как бы, если, особенно это неправда, но, а если правда, то плохо, то есть, если вы все равно дали повод, лучше не давать повод, чтобы про вас плохо говорили. Но я вам скажу, что, вот, например, про меня, я недавно выступил в одной передаче, у меня было интервью со мной, одного там рекламщика, да? И он взял интервью, а я был в это время, во время мегатренинга, был такой, на взводе. Я был не в мягке язык, а именно, такой был, ну вот именно, это же было мое мероприятие, 5300 человек. Я был на взводе, как раз ситуация этого котина, ну, который чуть-чуть нервничал, я был чуть-чуть нервный такой. И он у меня берет интервью, я обычно в интервью очень мягко стараюсь никого не обидеть, ничего, ну, гну свою линию, но мягко. А тут я выступил жестко, против там атеистов, я их назвал тупыми обезьянами, против тех, которые не любят образование, тренинги, я их назвал тоже тупыми обезьянами, дважды, если они еще и атеисты, то капец вообще их, да. Я прям жестко так сказал, ну, причем достаточно даже агрессивно и грубовато. И это вызвало очень много негативных отзывов. То есть, я хотел как лучше, а получилось не как лучше. То есть, это вызвало те же самые мысли, но сказанные мягко, спокойно, без наезда, они вызвали бы совершенно другой эффект. То есть, я много раз эти мысли высказывал, я вот просто сейчас обратил внимание, насколько твое состояние и жесткость вызывают, то есть, сила действия равна силе противодействия. Ты начинаешь жестко давить, оно вызывает жесткое сопротивление. Вот так вот. Поэтому будьте очень мягкими, потому что мера, что человек меряет, меряет ему. Хотите, чтобы с вами мягко, значит, будьте мягкими. Все, удачи, успехов, чтобы было у всех хороший день. И, значит, все, поделитесь, поделитесь, есть заповедь из Торы, обучать Торе, делиться Торой. Я поэтому это и делаю, в принципе, что я хочу, чтобы мы выполняли заповеди. И когда вы делитесь уроком, когда вы делаете выводы, и когда вы делитесь своими выводами, то, естественно, вы выполняете заповедь изучать Тору, обучать Торе, служить Богу. Ну, то есть, вообще, очень много хороших заповедей. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.